Всем привет! Сегодня мы с вами наведаемся в магазин Бандай Намка Кросс Тор в Якогамо и сделаем это мы не просто так. Ведь именно сейчас там проходит специальная выставка Sunrise World, посвященная старым меха-аниме. В общем, поехали! На входе нас встречает полноразмерный автомобиль Асурады из аниме Киберформула. Смотрится очень атмосферно. Жаль, только стекло непрозрачное. Ну да ладно. Пойдемте посмотрим уже на саму экспозицию. По пути, кстати, уже можно увидеть некоторое количество плакатов и артов. И если вы заметили, то не везде нарисованы только роботы. Дело в том, что меха в Японии это все анимы, где присутствует какой-либо механизм, как машина или даже часть главного героя, как, например, в Скрай. Эта часть может быть даже биологического происхождения, и даже при этом это аниме будет считаться жанром меха. Но что-то мы отвлеклись. Вернемся к выставке. И начинается она с этой же самой Киберформулы. Не зря же Асурада стояла на входе. Это, кстати, разного рода модельки и фигурки, выпущенные по данному аниме. И вот вам интересный факт. Многие машины для Киберформулы придумал Щоди Кавамори, который известен своими валькирями из вселенной Макрос. А вот тут рядом с плакатами расположился ковбой Бип-боп. Да-да, это тоже меха аниме. Там есть космические корабли, да и герои частенько летают на очень специфических истребителях. Один Свордфиш чего только стоит. Сразу за Бип-бопом можно увидеть Май Химы, Май Атоме Стэндик. Ну что, увидели красивых девочек и подумали, что это не меха? А зря. Это меха в прямом смысле. Жаль, только популярными в этих аниме были лишь персонажи. Поэтому в фигурках появлялись только они. Но пора все-таки уже посмотреть и на роботов. Когда я пришла, то думала, что это Занбо 3. Но как же я ошибалась? Это же Дайтарн 3. Ну и ладно, все равно именно этот сериал я не смотрела. Ну что ж, пойдемте к более интересным экспонатам. И вот вам Забунгл или Ксабунгл. Даже не знаю, как правильно произнести по-русски. Но аниме очень интересное, хоть и старое. Тут, кстати, даже есть место, где можно почувствовать себя персонажем. Но что это мы с вами все о мелочах да мелочах? Тут же есть небольшой стеллажик по Гао Гайгору. Как обычно, Павас и Геройство бьют ключом. А размеры девайсов зачастую многократно превосходят размер самих мехов. В общем, выставка получилась интересная. Особенно, если хочется узнать не только про сами аниме, но и про выпущенные по ним товары. А удачное расположение, всего в получасе пешей прогулки от Гандам Фактори, делают Санрайз Ворлд очень привлекательным, если хочется посетить несколько мест в один день. И вот я показала вам выставку. Но это еще не конец видео. Ведь тут просто море всего, чем можно заняться после просмотра экспозиции. Но для начала пойду-ка я тут что-нибудь перекушу. И нет ничего милее, чем вкусный блинчик в компании разного рода аниме персонажей. Как позже выяснилось, это выставочная коллаборационная зона, в которой всегда что-то да происходит. Вот сейчас, например, там базируется Айдл Мастер. Причем как мужской состав, так и женский. А блинчики это своего рода коллаборационное мини-кафе. Покушав, можно пойти поиграть в Уфа Кетчер. Это такие автоматы, из которых можно вытащить разного рода призы. От фигурок до вкусняшек и подушек. Ну а если вы совсем не спец в таких играх, то всегда можно проверить свою удачу в японском рандоме. А именно в гача-гача автоматах. Тут их, кстати, почти половина этажа. Можно сказать, целый лес. А еще, все самое интересное из того, что можно выиграть сегодня, представлено не только в игровых автоматах, но еще и на таких мини-стендах. Также в этом месте имеется просто огромный отдел с разными аниме-вкусняшками. Я даже не удержалась и купила парочку новых вафель с карточками по гандамам. Интересно, что же мне там попадется. Ну и конечно же тут есть и магазин с фигурками от Тамаши Нейшнс. И по традиции я зависла у полочки Сейлор Мун. Правда, она оказалась очень маленькой. А вот отдел с роботами очень порадовал. Особенно моделькой White Base в масштабе 1 к 144. Там даже есть док для гандама. Ну а вообще тут можно купить абсолютно все. Ну или почти все. Даже покемоны продаются. Но я, пожалуй, возьму себе Эксию. Никак не могла заказать ее через интернет. А тут она вот лежит и ждет меня. Ну что-то я протратилась. Ладно, напоследок заскочим в отделение Пакмана. Вроде бы ничего удивительного. Просто пахнет. Но смотрится классно. И, кстати, тут можно купить свой собственный игровой автомат с этой игрой. Однако я все-таки устала. Так что перед уходом загляну в бесконечность и пойду домой. В общем, всем пока и до новых встреч на моем канале. И не забывайте подписаться на канал. Скоро будет много интересного.